Квадратные березы, квадратные цветы, ларек с шаурмой. Можно полететь на крышу ближайшей пятиэтажки, а потом зайти внутрь Сибиряка. Я оба бассейны сделал, и лягушатники, и через мужскую раздевалку, бассейн. А с освещением небольшие проблемы. Тут Майкрафт из-за масштаба. Масштаб не позволяет такое освещение нормально сделать. Создатель квадратного нефтьюганска Александр Кошкин – студент, учится на врача в Тюмени, но в свободное время строит виртуальную родину. Можно посмотреть на свой дом с другого ракурса, с высоты птичьего полета, можно его как-нибудь обделать интересненько, поменять окраску, обустроить свою квартиру как-нибудь по-интересному. Ну и позвать своих друзей, которые живут не в твоем городе, пригласить на чай. Процесс не быстрый, каждая школа, памятник и торговый центр состоят из блоков. Я выбираю себе объект, я узнаю его седу, нахожу его паспорт, там где есть полная планировка. По этой планировке я выстраиваю скелет, клетку будущего здания и уже дальше стены, потолки, все проходы. На данный момент в квадратном нефтьюганске создан 61 жилой дом и 14 общественных зданий. В планах построить максимально точно весь город, но есть трудности. Майкрафт – это игра кубическая, и там все линии параллельны и перпендикулярны. А санкт-Петербург, как вы знаете, не весь параллельный и перпендикулярный. На данный момент сейчас строят такие плечатые микрорайоны, там, где все дома правильно стоят. А вот как строят такие диагональные микрорайоны, вроде того же, не знаю, там, 12-го, 14-го и южных микрорайонов, и не знаю. Зато уже сейчас по кубическим микрорайонам могут прогуляться все желающие – группа ВКонтакте «Майнкрафт» в нефтьюганске. А вот это заняты мы. Можно зайти, интересные кабинеты. Кстати, строят Александр с точностью историк, а для него важно, чтобы через 20 лет была возможность вернуться в неискаженное прошлое и никаких фантазий. Никаких там призанской башни я не ставлю в микрорайоне, так что не надеетесь. Наталья Платонова, Игорь Камаев, телерадиокомпания «Юганск». Я думаю, что будет с ними сложно. Спасибо.